Освящение – это как благословение Божие. Отсветить – значит запустить Творца, говорит отец Илья про Таирей Свято-Туруетского храма. Провести обряд и отдать родильное отделение под обеку Всевышнего к Ужерой решили еще тогда, когда в здании нового родильного отделения работали строители. Сейчас, спустя четыре недели после открытия, настал тот самый момент. Очень важно, чтобы, освящая этот роддом, этот блок очень важный, мы призываем Божие благословения на всех труждающихся, на всех тех женщин, рожениц, которые будут рожать, на всех тех наших деточек, наше поколение молодое, полевчан, которые здесь будут появляться, чтобы благословение Божье, благодать во всем сопутствовало им. Сегодня в Акушерском отделении, кроме медицинского персонала, находятся семь мамочек с новорожденными и одна роженица, у которой малыш должен появиться на свет в течение нескольких часов. За всех женщин батюшки будут молиться и призывать Творца, о помощи в родах, в работе, родовспоможении и просить за здоровье мам и их детей. Чин освящения, кроме молитвенного призывания, это еще и окропление святой водой и изгнание нечистой силы из всех помещений и комнат нового роддома через помазание святым елем и чтение слов Божьих. Женщина, которая рожает, и, конечно, новорожденный малыш, они находятся в самобеззащитном состоянии. Они нуждаются в особом покровительстве Божьем, они нуждаются и в нашей человеческой заботе, они нуждаются и в помощи государства, и в понимании родных, близких, такой моральной поддержки. И поэтому хочется пожелать нашему роддому наполняться, чтобы веб-бум, который у нас сейчас вроде наблюдается, чтобы он нарастал, чтобы дети рождались все здоровые, чтобы мам проходили роды хорошо, благополучно, естественным образом, чтобы и здоровье мам, когда не носят, когда не рожают, когда не кормят деточек, тоже было на высоком уровне. Это палата интенсивной терапии для малышей, родившихся с различными патологиями. Отец Илья останавливается у Квеза с маленьким Артемкой и просит Всевышнего помочь малютке восстановиться после сложных родов. Мама малыша очень рада, что сына окропили святой водой, надеется, что это поможет ему. Я очень рада, он доволен, что покупает. Пациентки говорят, что такие учреждения всегда должны находиться под опекой Бога. Это очень хорошо. Это обязательно нужно делать в таких учреждениях. Обряды освящения кушерского отделения рады и медики. Людмила Корчакова, врач-гинеколог, говорит, что всегда работает с Божьей помощью. Мы вообще счастливы, что сегодня такое знаменательное событие для нашего роддома. Ой, не могу. Случилось, что осветили эти стены. И я думаю, что мы с Божьей помощью, у нас все будет хорошо в роддоме. Женщины будут рожать нормально, будет нормальное взаимоотношение, будет нормальная гармония. Все, я думаю, все устроится в нашем роддоме. Вот мы его освятили. Это счастье большое, что он освящен. И что мы с Божьей помощью сейчас будем работать здесь. Мы всегда с Божьей помощью работаем. Но сейчас вот это замечательно, что мы освятили. Вот случилось, мы давно хотели это сделать, и слава Богу, все это случилось, что мы осветили роддом наш новый. И все будет, я надеюсь, что все будет хорошо в роддоме. Отец Илья объясняет, что в молитве совершенно служители просят Владуку о послании ангела-хранителя новому роддому. Просят и о том, чтобы Господь сохранил всех от смертоносных ран и даровал мамам и детям здоровье. Ксения Бладенкова, Евгений Просиков. Новости нашего города.